Я не прыгал с парашюта, и я не хочу прыгать с парашюта. Так, у меня высшее образование, специальность инженер-нефтяник. Я из тех людей, которые не могут дома. Дома мне полежать на диване, присесть, посмотреть телевизор. Во время школы это было хобби, на уровне хобби. Все это поменялось после конкурса Superstar KZ, самого первого. Я прошел первый кастинг, вошел в сотню по Казахстану. То есть я понял, что я что-то могу. И это дало толчок, и я начал развиваться в этом плане тоже. И это стало мне интереснее, нежели учиться на нефтянике. Смокинг есть один-единственный, который я одел один раз на свою свадьбу. И вот после этого ни рубашку, ни брюки, ни пиджаки я еще ни разу не одевал. Первый гонорар от музыки – это был 10-й класс, если я не ошибаюсь. Знакомая подруга, она была с аула Моинком, поселок такой был Моинком. Она давала свой сольный концерт. И она пригласила нас, чтобы мы выступили у нее на разогреве. И тогда я помню, по-моему, мы доработали по 10 тысяч. Я люблю быть дома. Когда у меня есть свободное время, я люблю быть дома, проводить время с семьей. Со своим сыном маленьким. Последнее время интересует, нравится вот инди-музета. Они наряжались и в «Черепашек-ниндзя», они наряжались в «Негра», они наряжались в «Карлсона», в «Кощея бессмертного», кого только не было у меня дома. И в детстве это реально очень большие яркие впечатления. Мне сейчас 30, я до сих пор это помню, как вчера. Я хочу поучаствовать в каком-нибудь большом проекте, где я смогу воплотить свои мечты именно в плане актерства. Режиссеры, я открыт для разных предложений. Пожалуйста, давайте воплотим мою еще одну детскую мечту в реальность. Девушки говорят, любят ушами, и мне кажется, любой комплимент им приятен. Моя группа «Ринго», в которой я воплотил свои детские мечты в реальность. До сих пор есть это желание и мечта научиться играть на гитаре. Супруга моя, она вот любит куда-то пойти, куда-то что-то посмотреть, что-то поделать. И вот, видать, вот из-за того, что мы немного вот разные, это и вот залог какого-то вот нашего счастливого брака, счастливой семьи. Всегда говорят, друзей много не бывает, но я думаю, что у меня друзей много, и мне в этом плане очень повезло. Дома я не могу себя заставить заниматься, мне обязательно надо пойти в тренажерный зал, прийти в зал, побегать на дорожки, общие какие-то вот упражнения поделать на все дело. В школьное время я играл в разных сценках, там, в постановках, и у меня довольно-таки вроде бы неплохо получалось. Делали какие-то концерты, мы ставили там танцы, мы ставили какие-то постановки, скетчи. И мне кажется, это тоже вот повлияло на мою жизнь, то, что я начал развиваться в творческом плане, да. Это был тоже какой-то вот большой консерк. И меня очень вдохновляет. Царина Адгайсин набрался определенного опыта, и этот опыт, я надеюсь, мне поможет в моей сольной ходе. Субтитры сделал DimaTorzok